Здравствуйте, друзья, с вами Вула, и как вы могли догадаться из названия этого видео, сегодня мы поговорим с вами о том, так ли действительно хорош Division 2, о котором так прекрасно малюют на метакритике, аж 8,5 баллов ему ставят, или же у игры есть действительно серьезные проблемы, потому что игроки высказывают свое мнение, и, скажем так, некоторые из них не особо лестные относительно игры, поэтому я постараюсь разобраться во всех этих вопросах, высказать, разумеется, тоже свое мнение, но сразу для начала я хочу предупредить, что я к Division 2 отношусь достаточно хорошо, может быть даже чересчур, и поэтому мое мнение, возможно, будет немного предвзято, но я все-таки постараюсь абстрагироваться от всех своих впечатлений и действительно разложить все по полочкам, ну, опять же, со своей колокольни. И еще я, возможно, сразу хочу ответить на вопрос, почему это видео выходит так поздно, потому что это, ну, можно посмотреть с какой-то стороны, что это якобы обзор, на самом деле это таковым не является, но все-таки видео выходит так поздно, потому что сейчас уже, как вы понимаете, прошел практически месяц от релиза, ну, совсем немножко не хватает, там буквально недельки, наверное, и уже будет месяц, как существует игра, и за месяц уже многие докачались до максимума, там, доступного на данный момент, выкачали все, что только можно, поняли игру вдоль и поперек, и теперь действительно можно обсудить ее насущные проблемы, потому что о хорошем, как бы, говорить, ну, не хочется, какая разница, хороший и так видно о игре, лучше поговорить о каких-то действительно серьезных проблемах, и поэтому давайте начнем сразу с проблем. И к моему общему удивлению, не все как раз-таки проблемы для меня являются проблемами. Допустим, одна из основных претензий игроков заключается в том, что второй Division это всего лишь DLC к первой части, и мне сразу хочется сказать этим людям, вы вот, честно, понимаете, о чем говорите? То есть, ну, у меня иногда складывается ощущение, что это какой-то, блядь, олень спизданул, и вот каждый пытается теперь сказать, о, точно, да, да, блядь, это все одинаково, в один в один, как в первой части, практически ничего не поменяли, хотя поменяли, на самом деле, огромное количество вещей, во-первых, карту, во-вторых, огромное количество механик поменялось, озвучка, новые квесты, все это нужно было сделать, все это нужно было подготовить, озвучить, продумать, опять же, это работа сценаристов, вся эта работа должна быть оплачена, и это целиком и полностью годится на новую игру, целиком и полностью. С такой логикой, как у людей, можно было бы сказать так же само, что, к примеру, какой-нибудь Far Cry, Assassin's Creed, любые другие игры, там, Dark Souls и так далее, все это просто DLC к основной первой части, которая вышла, потому что она, ну, практически та же самая, там ничего не меняется. Такой же самый геймплей, допустим, в Far Cry вы ездите, там у вас какой-то сюжетик, там отбиваете башни, там отстреливаете врагов под каким-то предлогом, все, то есть, по факту, все то же самое. Почему-то на, скажем так, Division ополчились, потому что, якобы, это то же самое, но только в другой карте. Хотя, нарисовать карту, это, капец, какая огромная проблема. Ребят, нарисовать карту, это не такая простая задача, это не просто понатыкать там домиков, туда кинуть деревьев, тут положить траву, машину и все, готово. Это огромная работа над мапдизайном. Для того, чтобы карта была больше похожа, так сказать, на лабиринт, для того, чтобы по ней было интересно передвигаться, разнообразные лестницы, многоуровневость, которая в Division 2 присутствует, реально присутствует, и она интересно играется. Это реально огромный пласт работы, и говорить о том, что Division 2 не тянет на свою стоимость, потому что 2000 это слишком много для игры. Ребят, так вы, ну, совсем обнаглели, вы что хотите, чтобы разработчики, скажем так, вообще не ели? Я, конечно, понимаю, что есть разработчики, которые делают все через три пизды колена и берут сверх до хрена, но все-таки Division 2 это полностью новая переработанная игра, которая своих денег будет стоить, а стоит она не так много. Почему люди не предъявляют претензии к каким-нибудь другим играм, к примеру, той же FIFA? Вообще, любой спортивный симулятор, я понятия не имею, почему они пользуются такой популярностью из года в год. Хотя из года в год не меняется ровным счетом ни хрена. Меняются только составы команд, они там, ну, якобы, я так понимаю, подстраиваются под нынешние реалии. Все. Вот там реально нужно было просто делать DLC каждый год. Можно было выпустить там в каком-нибудь там FIFA 2012, там или, ну ладно, FIFA 2002 там какое-нибудь старое. И все. И постоянно год от год делать какие-нибудь там DLC. Да, там, разумеется, были переходы на новую графику, более лучшую. И, скажем так, говорить о том, что эта игра не стоит своих денег, глупо, потому что она реально стоит своих денег. Игра переработана, игра сделана, там добавили новых футболистов и так далее, там добавили какие-то новые команды, перелопатили все команды. Это, разумеется, тоже большой пласт работы. Тоже касается и других игр, к примеру, Assassin's Creed. Никто же не говорит, что из игры в игру делает все то же самое. Вот и вы бегаете, там убиваете того-то, убиваете того-то под каким-то благородным предлогом. И все. Только карта меняется. Но при этом игра-то от этого хуже не стала. Да, как бы, может быть, некоторые такие люди, как я, уже устали от нее, от Assassin's Creed. Мне, допустим, нравились более ранние части с Альтаиром, с Цецового аудитора. И дальше, скажем так, Радунхи и Дуни я, в принципе, и закончил. Больше я к серии Assassin's Creed не прикасался. Но все-таки я уверен, что эти игры отличаются друг от друга. Может быть, не так глобально, но все-таки отличия у них есть. И это будет тянуть на новую игру. Поэтому я могу сказать только одно. Если вы мне так сосали, как эта претензия высосана из пальца, то я бы, наверное, был самым счастливым человеком на свете. С одной стороны, да, ребят, вы можете подумать, что я, ну, предвзято отношусь. Но, блин, ребят, все-таки, если объективно посудить, то так оно и есть. Допустим, сейчас вот обсудим второй вопрос, а именно атмосферность. Ибо люди говорят, что относительно первой части атмосферность у Пита просто вот в хлам. То есть вообще неинтересно играть во вторую часть, потому что в первый был холодный Нью-Йорк. Он игрался совсем по-другому. Он игрался интересно. Он игрался классно. Все эти трупы, вся эта мрачная атмосфера. Это было просто превосходно. И да, я соглашусь с людьми, это было реально классно. Хоть я в первый дивизион играл не так много, потому что мне на самом деле не понравилось ПВП. Я оттуда ушел. ПВП, как бы, для меня это основная составляющая. Но вот за атмосферу я могу сказать сразу, что в первой дивизионе это было просто невероятно круто. Все эти холодные пейзажи, чувство безысходности, ну, выдавало просто невероятные эмоции. Но относительно второй части, я не могу тоже сказать, что прям все отвратительно. Да, атмосферность не та, но она своя, так сказать. Уже поменялся сеттинг, уже, скажем так, все сменилось на лето. И как бы то, что сменилось на лето, не значит, что стало все радужное и цветастое. Просто поменялся стиль жизни у людей, которые находятся в игре. Люди уже не страдают фигней, а пытаются объединяться более-менее, скажем так, в коалиции, в поселения, обустраивать свою жизнь. Потому что вечно находиться в ужасной атмосфере не каждый может. То есть, чисто логически, если посудить, каждый человек ищет какого-то более-менее своего места, в котором он может спокойно жить. Никто не хочет жить все время в войне. И вот как раз-таки Division 2, это прекрасно показывает, как люди пытаются жить более-менее нормально в своих мерках. Но при этом и идут какие-то отдельные сражения за разнообразные ресурсы, разнообразные стычки между группировками, между дружественными и вражескими. Даже вражеские между вражескими сражаются. То есть, и это создает свою атмосферность. Мир в Division 2 очень живой в этом плане. Скажем так, если в первой части это был более мертвый мир, то во второй части люди уже начали вылазить и более-менее жить. И это, как я сказал, задает свою атмосферу. Она неплохая, она просто другая. Поэтому я считаю эту претензию тоже немножко предвзятой. Но доля истины в ней есть все-таки. Это не первый Division, но он и не хуже первого. Ну и вот мы подошли уже к следующей проблеме, которая касается именно введенной в Division 2 нормализации. Когда статы персонажей уравниваются, то есть скилловых игроков, которых там... Ладно, не скилловых, назовем по-другому. Задротов! То есть задров, которые там сотни тысяч часов сидят, задротят на новый шмот. И между обычными игроками, которые отыграли там 10-20 часов, насобирали какой-то стартовый шмот и идут в PvP, допустим, в какую-нибудь темную зону. И там, в этой нормализованной зоне, статы и одних, и других более-менее приравниваются к какому-то среднему показателю. И таким образом и тем, и тем играть более-менее комфортно. И с одной стороны, как я и сказал, это хорошо, потому что новички могут более-менее комфортно себя чувствовать в PvP. С другой стороны, основная претензия идет как раз-таки от задротов, от игроков, которые тратят много времени. И я как бы тоже к ним отношусь. Да, с одной стороны, немножко неприятно, потому что ты тратишь огромное количество времени на добывание шмоток и так далее, на создание билдов, на сборы талантов нужных, определенных, для того, чтобы собрать свой офигенный билд. Понятно, что билды там, скажем так, сейчас не особо разнообразные, об этом мы поговорим попозже. Но все-таки, ты тратишь на это время, ты тратишь на это свои силы. А при этом тебя в PvP просто уравнивают с каким-нибудь парнем, который имеет там, к нему, стандартную штурмовую винтовку. И у него урон приблизительно, там, как у твоей штурмовой винтовки. И он просто из-за стрельбы тебя выносит. Но, с другой стороны, это нормально, это правильно, так и должно быть, я считаю. И разработчики учли это мнение и добавили, так сказать, оккупированную темную зону, в которой как раз-таки этой нормализации нет. Поэтому я считаю, что эта претензия хоть и не высосана из пальца, но при этом достаточно, ну, преувеличена, очень сильно преувеличена. Потому что, ну, не хотите сражаться в нормализованной зоне, ну, я имею в виду про задротов, но, ради бога, идите в оккупированную, пожалуйста. Там все ваши билды, все ваши характеристики будут на максимальном уровне, и вы реально покажете скилл за счет своего гира. Некоторые, наверняка, сразу заметят, что, блин, ну, там никто не играет, а сейчас реально в оккупированную зону мало кто ходит. Потому что игроков, конечно, хоть и много, но большинство игроков до сих пор еще фармит. Ибо в игре, ну, хватает контента, и люди еще даже, многие не докачались. Даже у меня есть знакомые, которые уже, сколько времени прошло, они даже до сих пор еще не тридцатые. Даже близко не тридцатые, но при этом им нравится игра, они спокойно играют в нее, смакуют, так сказать, каждую секунду, и получают от нее удовольствие. Но в оккупированной зоне, как говорят люди, и я там был на самом деле тоже, там действительно мало людей, даже если попадаются, то очень редко, и посражаться там практически не дается возможности. Но! Сразу возникает вопрос, а в чем, собственно, претензия к самой игре? Игра же не виновата, что люди не хотят там играть. То есть игра дала возможность, пожалуйста, играйте. Хотите играть в нормализованной зоне? Играйте там. Хотите играть в оккупированной? Играйте там. На чем основана претензия, если игра дает вам выбор? Ну и раз уж я начал говорить о PvP, хочется сразу отметить такой пункт, как обычное PvP. То есть Deathmatch, ну, то есть Team Deathmatch и Team Conquest. То есть эти режимы реализованы крайне хреново. И не тем, что там вообще нет выбора, то есть играть нормализованным или ненормализованным. Нет, там вообще, там все играют только нормализованным. Хреновое PvP во втором дивижене, в этом плане, то, что там очень хреновые карты. Во-первых, их мало, их всего три штуки. Разумеется, их, возможно, будут добавлять, но при этом сами карты ничего из себя хорошего не представляют. Это просто парочка коридоров, которые практически ничем не связаны друг с другом. Есть пару линий, противника не обойти никак тактически. Просто в основном одни противники где-то заседают толпой и фигачат тех, кто выходит с респа. Да, у тех, кто респается, иногда меняется респ, но все сводится в основном к тому, что какая-то команда занимает какую-то высоту ближе, скажем так, к вражескому респу и начинает просто вот аннигилировать их, не давая выйти с базы. Ну, короче, обычный без рейв. И это реально большая проблема дивижена второго, именно касательно PvP, потому что там оно неинтересное. То есть нет никаких обходов, никак нельзя тактически разыграть, скажем, свою позицию. А ведь с тактической точки зрения дивижен, ну, отличная игра. И, скажем так, темная зона это показывает, потому что там огромные просторы, и вы там можете, ну, делать все, что угодно. Вот по поводу PvP в ТЗ, то есть ничего плохого не могу сказать, оно великолепно. Но вот обычная PvP, Team Deathmatch и Team Come Quest, оставляет желать лучшего. И следующую проблему, которую я хочу немного, так сказать, задеть, потому что, ну, она очень масштабная, но уже какие-то, скажем так, впечатления от нее у меня есть. А именно баланс оружий, талантов, разнообразных скиллов и так далее. И вот тут я прям вот в точку согласен с другими игроками, которые, скажем так, хают эту тему. А именно то, что баланса в игре практически нет. Большинство скиллов вообще практически неиграбельное. Не то, что в PvP, даже в PvE. Вот чисто навскидку, вспомните, когда последний раз вы использовали светлячка. Согласитесь, наверное, трудновато немножко это вспомнить, потому что я лично светлячка использовал, наверное, только пару раз в самом начале, когда только начинал играть, чтобы посмотреть, что это вообще такое. И потом все, я забил на него большой, так сказать, болт, и все, больше я его не открывал. И такая тема касается не только скиллов, но также оружия и талантов на предметах. То есть оружие в основном присутствует чисто для галочки, но опять же есть несколько стволов, которые просто вот выделяются невероятно на их фоне. Тем более некоторые стволы очень хорошо подходят под какие-то определенные билды, под, к примеру, тот же хват или какой-нибудь билд ваншот снайпы. То есть это вот все сейчас есть, и с этим в основном сейчас бегают. То есть какой смысл бегать с дробовиком? Я за все время видел, наверное, только одного человека в ТЗ, который, скорее всего, просто ради удовольствия бегал с двумя дедовскими дробовиками. И, блин, это было забавно. У него был интересный геймплей, он там бегал, перекатывался. Я сейчас тоже хочу собрать такой билд, чтобы, ну, он интересный и, скажем так, может быть, не очень удобный, потому что это тебе надо подходить вот прям в упор к противнику. Но это забавно, это есть, но он нерезультативный, потому что любой противник на расстоянии вас просто убьет, и он, скорее всего, вряд ли даже вас подпустит. Те же снайперы, которые просто вот ваншотят с любого расстояния. А снайперки ваншотят любых противников в ПВЕ, ух ты, в ПВЕ, в ПВП. Причем даже не обязательно брать прицел оптический, который дает там дополнительный буст урона в голову. Просто берете обычную снайперскую винтовку, и она уже будет наносить огромное количество урона. Наберете себе там парочку талантов, там на парочке предметов можно развить себе таранты, таранты, таранты урон в голову, таланты взять. И все, пожалуйста, вы великолепный ПВПшник, вы ваншотите все и вся. И, как бы, это да, нормально, так, в принципе, и должно быть, но, как бы, нужно делать так, чтобы и другие стволы играли. То есть, очень мало людей играет с теми же, допустим, как я и сказал, дробовиками. Большинство штурмовых винтовок вообще неиграбельные, в основном их используют либо КТАР, либо ФАМАС. Большинство пулеметов тоже практически не используются. Очень хороший пулемет есть ЛАВ этот, который, или ЛВ-38, не помню, как он вообще называется, сейчас лейте заходить в игру. Но факт в том, что он достаточно скорострельный, у него приличный урон, и он хорошо себя показывает в плане точности. А если вы знаете, любой пулемет, в принципе, стреляет гораздо точнее, чем дольше вы держите гашетку. У ППшек тоже не все хорошо, потому что, в основном, все используют только Вектор, причем Вектор-45 АЦП. О ДМРках я вообще молчу, я не знаю, использует ли кто-нибудь вообще. То есть, я практически никогда не видел, чтобы ДМРки использовали в ПВП. В ПВЕ, да, видел, используют, но в ПВП я очень редко... Не, даже не редко я вообще не могу вспомнить, когда в последний раз я видел какую-нибудь ДМРку в ПВП. Так что, с балансом в игре есть небольшие проблемы. Да, как бы, разнообразия много, но оно, в основном, пока что неиграбельно. Благо, это баланс, и баланс постоянно правится, потому что есть такая тема, как мета, и мета постоянно будет меняться в зависимости от ребалансов тех или иных талантов, ребаланс тех или иных оружий. Поэтому это, ну, я считаю, не такой серьезный минус, потому что это присутствует в любых лутер-шутерах и, в принципе, в любых ММО. Всегда есть мета, всегда есть билды, которые будут лучше, но вот в Дивижене это прям вот ярко выражено, и прям ярко выражено на старте, потому что есть всего несколько билдов и несколько хороших скиллов. Допустим, скиллы, те же в ПВП, используются всего лишь несколько штук. Какие? Хемустановка, щит, какой-нибудь... Вот, кстати, щиты вот используются практически все. Я очень часто встречаю щиты и обычные, большие, и щиты-дефлекторы, и щиты, с которыми используешь основное оружие. Вот щиты, наверное, самое разнообразное оружие, вот щиты всякие попадаются часто. В остальном же все хреново, то есть химустановка на отхил, реаниматоры улей, это которые только в ПВЕ используются люди в основном. Что? Все? Немножко дрон, который отклоняет пули, и, наверное, может быть еще немножко... Это все. Вот и все, в принципе, все скиллы, которые используются в ПВП. Остальное, в большей части, мусор, который вообще неиграбельный. Поэтому, я думаю, в скором времени с этим буду что-то делать, и наверняка мы увидим что-то более играбельное. И тем более, совсем скоро уже введут пятый гир, соответственно, там появятся уже сеты, не просто бренды, а уже сеты из шести предметов. Возможно, там из этого чего-то уже можно будет собрать более стоящее, потому что, скорее всего, сеты будут как-то ориентированы на определенный тип вооружения. Ну, я так думаю, по крайней мере. Будем надеяться, что так и будет. Так что, переходим к следующему вопросу. Следующая же претензия некоторых людей сводится к тому, что в игре мало контента. И вот с этим я не согласен категорически. Если, скажем так, с какими-то предыдущими вопросами я когда бы мог еще согласиться, что-то там поспорить, принять какую-то точку зрения. С тем, что в игре мало контента, я категорически не согласен. В игре просто огромное количество разнообразных активностей. Это тебе и обычные миссии, там и побочки, и всякие захваты контрольных точек, освобождение заложников, тем самым улучшение контрольных точек и так далее. ДЗ, обычное ПВП. Опять же, рейды, которые должны ввести буквально на днях, их пока еще не ввели. Это, конечно, другая проблема. То, что, по идее, это обещали с самого начала, но из-за какого-то бага там, типа, не получается перейти на пятый тир. И поэтому, скажем так, это немножко отнесли на месяцок. И вот собирается вводить буквально на днях. Это, ну, разумеется, небольшой минус, но все-таки даже без этого, без этого контента в игре хватает просто огромное количество. И я действительно не понимаю людей, которые говорят, что им нечем заняться в игре. Да елки-палки, в игре огромное количество того, чем можно заняться. И это я еще даже не говорил, о всяком собирательстве, которого в игре с завалом. Всякие вот эти чертежи, то есть проекты, разнообразное оружие, разнообразные маски, все вот это собирать, вот эти скины, которые разбросаны по миру, это огромное количество времени, которое должно уйти на то, чтобы все это собрать. И если люди, которые, скажем так, летят впереди паровоза, то есть им вообще нечего делать, то есть, ну, люди сидят без работы, подумаешь, у людей огромное количество денег, огромное количество свободного времени. Они сидят сутками, задротят напролет, то есть за месяц они уже наиграли там больше 500 часов. Хотя за месяц вообще можно набрать? Они за месяц накатали там 300 часов, им теперь, видите ли, скучно. Ну, елки-палки, кто вас заставлял лететь, впереди паровоза? Это все равно, что взять какой-нибудь там, не знаю, ну, хотел сказать Dark Souls, ну, ладно, Ведьмака какого-нибудь, хорошая игра, отличная Ведьмак 3, пройти вот спидрана там за 2,5 часа, по-моему, там рекорд мировой 2,5 часа, Ведьмак, то есть Ведьмака пройти за 2,5 часа и скажет, блядь, игра хуевая, потому что я ее так быстро прошел. Все 2,5 часа на игру ушло, ну, еб твою мать, что это за херня? Так а хули вы летите тогда? Спрашивается, вот в чем моя претензия относительно этих игроков. Я вот, скажем так, высказываю претензию на претензию. Ну что, следующим небольшим таким пунктом дополнительным я хочу поговорить о разнообразных багах, глюках, вылетах, которые, разумеется, присутствуют практически на любом релизе нынешних игр, то есть, сейчас уже игры делают не так, как раньше, то есть, чтобы вы понимали, раньше как у нас выходила игра, и мы знаем, что она хорошая, то есть, да, может быть, там есть какие-то неполадки, но они незначительные, то есть, в большинстве своем раньше игры выходили более-менее стабильными, и игрались, играли до самого конца, и там изредка можно было найти какие-то баги, сейчас же, ну, все должны уже давно привыкнуть к тому, что в играх есть баги, потому что игры сейчас объемные, реально большие, то есть, сейчас игры гораздо больше, чем раньше делали игры, и поэтому в игре есть огромное количество багов, разнообразных недоработок, опять же, никуда не деваются вылеты, потому что и железа у игроков огромное количество, чем дальше у нас идет, скажем так, время, тем больше выходит разнообразного железа, под которое разработчикам нужно все подстроить, чтобы не вылетало там на одном железе, на втором железе, на третьем железе, потому что разные конфигурации ведут разнообразные проблемы, это тоже, как бы, игроки не учитывают, и просто вот так вот, так сказать, с плеча рубят, блядь, у меня игра вылетела, ну, елки-палки, ну, поймите, то есть, не все можно предусмотреть, а ты играешь, блядь, на корвете какого-нибудь 2004 года, ну, ясен, пень, у тебя не будет ничего работать, но все же, относительно девишки, я соглашусь, что есть некоторые проблемы с багами, они не серьезные, но все-таки есть, вылеты у некоторых игроков есть до сих пор, на DirectX 12 игра до сих пор вылетает, по крайней мере, у меня вылетала, я перешел на 11, переключился, и с тех пор у меня игра как бы не вылетала, и пока на 12 я лезть не хочу, может быть, когда я перейду, и там побегаю, побегаю, а, ладно, не вылетает, ладно, хрен с ним оставлю, 12, но пока что я буду сидеть на 11, там, на DirectX, а вот, по поводу дельт разнообразных, ну, что ж поделать, да, есть проблема, допустим, у меня в PvP, в обычном, то есть Team Deathmatch, или Team Conquest, и иногда вылетает, то есть обычно по окончанию миссии, то есть, когда ты уже вот тащишь, блядь, и все, я победитель, все, мы сейчас затащим, то есть у противников там остается буквально там 2-3 очка, которых там 3 трупа сделать, и все, готово, вы победили, дельта 0-3, ты такой сидишь, ну, охуеть, поиграл, блядь, называется, а где моя награда, как говорится, where is my награда, сука, да, неприятно, но благо это фиксится, как, например, баг со звуком, сейчас до сих пор у кого-нибудь такой вот баг, но, по крайней мере, я со своей стороны не могу сказать ничего плохого, за все время игры у меня звук не пропадал ни разу, в то время, как на бетке, то есть на всех бетках, на которых я был, точнее, звук пропадал всегда, после там 2-х часов игры, все, пропадали звуки, сначала там, к примеру, союзников, выстрелов имеется ввиду, потом мои пропадали, потом там пропадали звуки противников, и все, потом игра просто превращалась в абсолютную тишину, ты бегал, как будто без звука, ну, речилась только перед запуском, сейчас же таких проблем нет со звуком, у меня все стабильно работает, звук никогда не пропадает, и это приятно, что над игрой все-таки как-то пытаются работать, да, баги есть, но, по крайней мере, люди работают. Ну и последняя, самая, как на мой взгляд, смешная претензия людей по поводу того, что они не хотят покупать игру, и то есть, потому что она не хреновая, а просто потому, что ее нет в стиме, то есть, чтобы вы знали, то есть, Ubisoft отказалась, скажем так, выпускать игру в стиме, и предпочтила Epic Games Store, которые сейчас просто сбегают огромное количество разработчиков, и вот для меня это вообще какая-то странная позиция, я понять не могу людей, даже первая часть, в принципе, практически любая игра от Ubisoft, даже если вы запускаете ее в стиме, она все равно запускается в Uplay, что мешает купить ее сразу там, то, что у вас друзья находятся в стиме, и с которыми вы хотите играть, ради бога, купите все вместе игру в Uplay, и играйте все вместе там, вам нужны карточки, которые там падают, ну, а кого волнует, что нужно только вам, то есть, на карточках вы что, навариться хотите, ну, да, вы, конечно, хитрые, а разработчику навариться не надо, чтобы вы понимали, жирная скотина Гейб берет 30% с продаж от разработчиков, при том, что Epic Games Store забирает только 12, почему, скажем так, разрабы должны отдавать свои деньги какому-то парню, просто потому, что он часть этих денег отдаст вам на карточки, и вообще, как по мне, стим превращается в просто какую-то адскую помойку, да, я не спорю, в нем огромное количество игр, но в нем огромное количество разнообразного шлака, который вообще играть невозможно, даже просто противно смотреть на него, ты постоянно заходишь в стим, тебе постоянно выскакивает всякая срань там с рекламы, типа, вот возьми вот эту игру, вот эту, ты смотришь, блядь, что это такое нахуй, я такое даже не видел никогда, что это за херня, нахрен мне это надо, ты заходишь на эту страницу, а там какая-то дикая параша, там с пиксельной графикой, времен, блин, не знаю, 16 битки мои, когда я там в Денди играл, ну, точнее, Денди 8 битка, ну, Сеги, допустим, 16 битный, то есть, что, что это, блядь, мне там изредка выскакивают какие-то хорошие игры, которые, допустим, ну, в Юплее продаются, или в том же Эпик Стор, допустим, если, к примеру, человек хочет, ну, блин, я хочу, чтобы у меня все игры находились в каком-то одном месте, то есть, ну, а в Симе собрано, ну, конечно, огромное количество разнообразных игр, и, ну, я, как бы, скажем, тоже доволен, что там все игры собраны, но, с другой стороны, я в Симе не купил ни одну игру, просто потому, что у меня в Симе очень большие цены, твою мать, я живу, чтобы вы понимали, в Беларуси, и здесь в Симе нету белорусских рублей, так сказать, у меня все в долларах стоит, я пытался несколько раз перекинуть цены на российские, потому что там для российского региона, ну, на некоторые, скажем так, проекты, немножко другие цены, то есть, там можно купить подешевле, но ни хрена, у меня все стоит в долларах, и поэтому я ни одну игру в Симе, которая у меня есть, ни одну, я не купил в Симе, я покупал через разнообразные левые сайты, просто где было подешевле, спрашивается, нахрена мне вообще нужен Сим, если он не может мне предложить, даже купить что-то, ну, скажем так, за ту же цену, которую вот покупают у меня соседи, так сказать, соседи, просто вот у меня друг, покупал игру там, допустим, за каких-то 600 рублей, ну, небольшая цена, но при этом, для меня, эта игра будет стоить уже не 600 рублей, а 1200 там, или 1100, ну, может, переукрасил 1200, 1100 рублей, я сидел, не мог понять, а какого хрена спрашивается, почему у тебя так дешево, ну, не знаю, я тут в России живу, блин, а я живу в Беларуси, и мне, блин, невозможно покупать в Симе, потому что там цены дорогие, твою мать, так что, как по мне, все вот эти претензии, что, блин, они убрали ее с Тима, это вот, самое, что ни на есть, эгоистичное мнение, и, ваше мнение, как я считаю, никто не должен учитывать, как, в принципе, и мое, где разрабы захотят ее продать, там они ее и продадут, им выгоднее продавать в Epic Store, потому что там меньше процента от продаж, они будут ее там продавать, не захотят продавать только в своем магазине, будут продавать только там, если вы захотите купить эту игру, вы ее купите там, где она продается, простейший пример, вы же не пойдете, к примеру, покупать себе Феррари, в магазин Мазерати, просто потому, что у вас магазин Мазерати, находится напротив дома, ну что ж, ребят, я думаю, можно уже подвести выводы, всего того, что я сказал до этого, и, на самом деле, как вы поняли, я отлично отношусь к Дивижину, и я, на самом деле, советую все в нее поиграть, да, есть проблемы, есть некоторые, серьезные проблемы, есть незначительные проблемы, но из большего игра сейчас просто на высоте, к тому же, по отношению к тем играм, которые на данный момент выходят, допустим, просто Anthem, и я считаю, на самом деле, это один из основных параметров, популярности Дивижина второго, ну, как сказать, ладно, не популярности, а хорошего старта Дивижина, потому что он просто вышел в такое время, когда другие разработчики выпускают всякую срань, на которую не зашла, тот же, блин, Fallout 76, опять же, Anthem, Battlefield 5, разомразные другие игры, даже просто, вот возьмите британский чарт, продаж, физических копий, там Дивижин держится в лидерах, уже которую неделю, в лидерах, и это только физические копии, а, как вы понимаете, у нас 2019 год, и большинство людей предпочитает именно цифру, а так как игра находится в Uplay и в Epic Store, я думаю, нам пока еще не скоро скажут, какое количество копий было куплено, или там, какое количество зарегистрированных пользователей купила, так сказать, Дивижин второй, возможно, в скором времени мы дождемся эту сумму, но я считаю, у игры все идет достаточно хорошо, если считать, что физические копии продаются отлично, относительно других игр, да, многие скажут, что типа, ты не считал новости, нет, я считал новости, я знаю, что продажи, скажем так, второй части Дивижина, составляет всего лишь там 20% от продаж первой части, по крайней мере, на старте продаж, сейчас уже сложно как-то сказать об этом, но по крайней мере, сейчас Дивижин второй продается, и уже которую неделю держится в топах, да, скажем так, не на первом месте, там, в прошлой неделе его сбила Секеро, сейчас там какая-то эксклюзивная игра от Нинтендо вышла, она тоже там хорошо продалась, но по крайней мере, Дивижин все равно держится в топах до сих пор, а для примера вам тот же Анзем, который также является ТПС-шутером, свалился буквально за тот же месяц, потому что Анзем вышел не намного раньше, а буквально всего там на пару недель раньше Дивижина второго, и вот Анзем уже практически на 30-м месте по продажам, и это, ну, вообще ни о чем, если считать, что игре месяц, там даже всякие GTA и так далее до сих пор висят там, ну, приблизительно в десятке, а играм-то хрен знает сколько времени уже, поэтому я, ребят, считаю, что у Дивижина все идет хорошо, я присоединяюсь к мнению, может быть, не большинства, но я присоединяюсь к более положительному мнению, того, что у Дивишки все отлично, у нее все получится, игра продается, игра будет продаваться, потом, когда будут скидки, игра еще лучше продастся, потому что, ну, совсем скоро лето, как вы знаете, а на лето обычно есть какие-то скидки, причем достаточно большие, к тому же просто со временем на многие игры часто падают скидки, и люди потянутся в игру, еще больше потянутся, чем сейчас, а вот относительно всего того, что сейчас выходит, у Дивижина просто, так сказать, большие шансы получить большую популярность, ну, разумеется, в своем ситинге ТПС, поэтому, друзья, если вам понравилось это видео, если вы считаете, что мое мнение правильное, или если вы наоборот не считаете, что мое мнение правильное, высказывайте свое мнение в комментариях, ну, а на этом подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok